Ну, я начинаю. Зовут меня Вадим Рикшан. Пространство, в которое вы попали, это имеет гордое, у нас предъявлено название, это первый национальный музей русскому музыке. Посвященный русской русскому музыке, единственным в стране на эту тему монополистам быть приятно. Но с исторической точки зрения это неправильно. Такие музеи, конечно, должны быть и в Москве, и на Урале, и в Сибири, где только найдутся энтузиасты. Но пока энтузиастов нет. Пока все хотят поставить памятник Цою, а музеями никто не занимается. Но если вещи не попадают в музеи, рано или поздно все остаются в культурный слой. Всю историю человечества можно описать тремя глаголами. Люди предметы делают, ломают и выбрасывают. А потом, спустя годы и годы, начинают это откапывать и любоваться осколками. От этой музыкальной истории тоже может ничего не остаться, ими от предметов, если не создавать музейные коллекции. У меня географический вопрос. А кто откуда? Поскладное слово. Чего же ваши олигархи-то? Чем наши? Московские. Нет в Москве музея. Мы-то бедная Петербург. Ну, это я как бы шучу, но, с другой стороны, это музей народа. Все предметы, которые здесь, в той комнате, еще отдельно хранятся, это кто-то передал за последние, там, восемь с половиной лет, как я начал. Ну, начали временные выставки, теперь это постоянно на небольшое пока пространство. Все зависит от народа. Я уже конечную точку достиг. Мне хотели, я вообще старый, так ладно, старый, но крепкий оказался. Основная задача выполнена, чтобы преклонные годы сделать более интересными, насыщенными событиями. Я это уже сделал. Все приходят, меня слушают, я тут философствую. Ну, если народ захочет, это может, конечно, быть. Короче, когда будете олигархами, мне залов пять еще нужно, больших и светлых. За то время, что вы здесь будете находиться, я могу только в общих словах вас познакомить с направлением коллекции и ответить на вопросы, к которым я всегда призываю. Но народ не очень задает вопросы, потому что я научился говорить быстро и красочно. Все как-то так сидят и слушают. Но музыка гитарная в значительной степени. Гитары должны быть представлены, они здесь есть. Вот обычно, начиная вот этой гордость коллекции, с этого чудовища черного. Что это такое? Это самодельная гитара. Ну, почему самодельная? А потому что не было в магазинах вообще никаких. А когда это не было никаких гитар-магазинах? Ну, это в середине 60-х годов. Все началось с проникновения песен Битлз, Советский Союз, несомненно. Вы уже в церкви с Женой Леноном побывали? Да. Вот у меня не церковь, у меня никаких сомнительных автографов нет. У меня все вещи, которые здесь есть, есть подтверждения. Я с ними просто пикирую. Потому что там все на мифологии, а у меня на исторической правде. Пол стороны играл на самодельных гитарах. То есть, ты раз вижу, это человечество. Вот образцы человечества, стражи. А форма такая. Ну, потому что не было ни видео, ни музыкального журнала, только мутные фотографии вдруг приходили. Звукосниматели вручную делают. Если перевернуть ее, может, к гитаре встретиться, оценить. Это дырка такая в деревяшке, это гитарный выход. Тут у меня пареньевка сказания появился. Под моим контролем стал все включать, а она вдруг заиграла. Мне такое в голову не могу прийти. Я сам юности играл на самодельной гитаре. Но я говорю, что они уже не должны работать. Она немножко, но и работает. Проинтересует время. Вот еще одна редкость. А тут ни одного предмета, просто так нет. Места мало, поэтому у меня вещи все интересны. Первая. Советская фабричная гитара. Тут много басовых гитар, поскольку басы крепче. 1968 год. Тоника бас Ленинградского завода. Это по форме чем-то похоже на мультфильм, бременский музыкант. То ли осел, то ли козел, там, не знаю. Кот. Ну, подобное. Принеси нас в помойке. Мимо знакомый шел. На его глазах кто-то выставил. Девушки, заходите, не бойтесь. Вот, погадываю. Человек мне позвонил, принес. Во-первых, гитара тоже безумно хорошая. И вообще, можно выбегать на сына, мотать головой. Но лучше не делать этого. Она может от старости развалиться. Это же больше 50 лет инструментов. Советские гитары были в основном плохие. Там же не было конкуренции. Все покупали. Вот гитара. Йолана. Чехословакия. Иногда в советском магазине можно было нарваться. Два такая страна Советский Союз, но ничего уже и помню. В ней была проблема с дефицитом. Ну, и печи было не найти. Сейчас все есть, но и нас денег не дали. Золотые времена группы Аквариума. На всех старых фотографиях она присутствует. Вот второй справа, Михаил Васильев. Он же фан по прозвищу, она не играла. Ранний альбом Аквариума при участии на гитаре записанное. Ну, и многим интересно, конечно. На первом концерте группы Кино, она тоже была на сцене, потому что первый электрический состав группы Кино это, собственно, Рыбин и Цой. По-моему, говорили музыканты Аквариума. Кто-нибудь фильм «Лето» видел? Это много, да? Ну, несколько лет назад. Ну, там молодой Цой, там Науменко. Ну, если не видели, так просто всем гитар из этой коллекции там снималось. Это режиссера Серебренникова арестовали во время съемок какие-то растраты. Я думаю, все, печатают теперь. Но как-то обошлось. Это в этом фильме она была, нет? Ну, там семь гитар. Я увидел только три. Некоторые плакаты снимались там. Обещали за это в титр благодарить. Там титры с такой скоростью прошли, что я не понял. Хотя съемочная группа была нормальна. Ну, первый концерт группы кино выглядел так. В фильме заканчивался, кажется, кино этим концертом. Кино сыграло. И слава пришла. Известно, сделала записи. На студию такого Андрея Тропилова был. В 81-м году, который стал работать в Доме пионеров и школьников, вести кружок звукозаписи, а в свободное время так полутайно стал записывать всех наших. И с 81-го по 86-й год прошлого столетия записал весь золотой фон. Так что ей нужно не цуя памятник стать, а торопил. Торопил уж от старости совсем с ума сошел. Потому что выяснилось, что его уже никто и не помнит. Но чувак все равно и старичный. Ну, запись альбома 45, например, группы кино, которые они записали, утропил, он стал распространяться по стране, и группу узнали. А концерт первый был очень интересный. На сцену вышел, говорит, монгол Жабо и свои ним в носках. Гребячков закулись с барабаном и выглядывал большим каким-то бум-бум. С этой гитарой фанга, какая-то драма машина была. Аппаратура ленинградской рукой вначале была отвратительная. Поэтому они как запили, ничего не слышно. Ползал встал и пошел в буфет пиво пить. Сказать о том, что это будет таким запредельным явлением, было нельзя. Но стало. Тема интересная. Это музыкальная история. Следующая гитара. Товарищи, готовьте вопросы. Я уже этот самый, я могу глаза закрыть и говорить. Что-то такое неожиданное, спросите меня. Это Германская демократическая республика. Нет такой стороны. Фирма Мюзима. Нет такой. Фирма китайцев задушили. Но гитары были очень хорошие. Тоже иногда можно было купить в советском магазине. С этой гитарой Гена Барехновский из когда-то бешеной популярной группы «Мифы». Но одни из первых таких столпов нашей русскоязычной музыки. Но группу забывают. Как люди все забывают. Для того музеи и создаются. Можно снимать со стены, включать и играть. Иногда у меня тут такие импровизационные концерты. В общем, на гитарах нужно играть. Раз. Во-вторых, у меня мы зеленародные. Я занимаюсь популизмом. И иногда даю людям заиграть место. Стальчик и концерметок нигде в мире не разрешат приблизиться. А мне можно. Еще одна эта гитара. Вот Алиса. Плакат. Почему высокое место занимает? Не из-за того, чтобы Костя тут демонстрирует руки в брюки. Тут у меня дежурная шутка. Костя еще бедный. Нет ботинок у него. Это дежурная шутка. Рядом стоит Петя Самойлов с ним. С красной гитарой. Вот она на спине. Это гитара Yamaha. Которая мировой бренд. Которая никак не мог появиться в Советском Союзе. Но появился. Тут обычно я начинаю рассказывать про одну американскую юную леди Жанну Сингрэ. Кто не слышал такую фамилию? Отлично. Что не слышали? Когда выйдете, уже будете знать. В 83-м году в Горьере Ленинграде появилась боевая американская девушка. Певица. Певица так себе. Это не для паренса. Она сама говорит, что она не какая-то певица. Она задружила с нашими просветленными типа аквариум кино. Алиса стала делать подарки. Американка гитару. Такую гитару это как маршетест бэнс продавит. Вот у меня опять шутка дежурная. Поскольку я ничего не спрашиваю. Я обычно шучу так, что мы страна такая сырьевая. Но Америка более технологичная. Они нам аппаратуру. Жанна там призывая кулёхин клавиши. Ну, кому и гитары. А мы жениха. Женихи-то с женихами сложнее, чем с гитарами. Жанна вышла замуж за гитариста группы кино Каспаряна. И так она в сознании тех, кто этой музыкой интересуется, и так слилась с группой кино. Правда, она довольно быстро с ним развилась. Но вышла замуж уже за барабанщика московской группы. Потом на 25 с лишним лет исчезла. Теперь возвращается и издает альбомы очень красивые. Все такие мемуары. Вот сюда заходила в начале мая такие альбомы. Американцы умеют построить. Вообще с чем занимаются? Пиарю не свои книжки, которые я много написал. А от Жанны. Вот всякие фотографии. Всякие цои. И со всеми она в обнимку. Везде пишет. Я этому подарил, а это, это то. Васину подарил американский флаг. Подлинная история русского року. Я думаю, что это же она. Я в силу своей старости видел и участвовал в этих событиях с самого начала. Началось несколько пораньше, в 83-го года. Но так пишут, если сумеют доказать, что с нее все началось. Значит, молодец. Ну, не буду больше про жадности игры. Главное, что я вам донесил информацию, что была такая. Где-нибудь в вечернем ураге ее видеть. Она опять. Когда она появляется, у нее здесь презентация еще одного. У нее в Петербурге 8-го. В 14-го в доме книги, а в Москве, по-моему, 11-го. Как они границы пересекают. Я тоже хотел бы. У меня тут нужно было, меня пригласили в Париже, какой-то такой книжный салон русской книги. У меня там новая книга вышла. И там должен был представлять, у меня приглашение бумаги. И мне визу не дали, потому что все говорят, что вы заразные. И к нам не езжайся. А они как-то перемещаются. Умные. Ну, ладно. Гитара с Жанна. Афиша. По афишам. Тут большое количество афиш. По ним можно историю государства изучать. У меня их гораздо больше. Я просто что-то вывешиваю, убираю. Особенно были такие процессы, по назовению перестройка. В стране все стремительно менялось. В сторону демократии все это отражалось в афишах. У меня есть даже диссертация. Всем предлагаем написать или диплом, или диссертацию. А студенты иногда приходят и у меня что-то пишут. Звучит так. Ну, вдруг, если не вы, то знакомы. Генезис. Советская рок-афиша. С 1985 по 1991 год. В 1991 году Советский Союз так же местно вывалился. А в 1985 году здесь практически изменилось. Под каждый год у меня есть афиша. Афиша под последнюю главу. В чьи-то диссертации или диплом. Если вчитаться, это за несколько месяцев попадает в Советский Союз. Ясно, что страна существовать уже не может. Но, если вчитаться, программизировать. В музее правильно, где имеется научная работа, я ее занимаю. Советский Союз, господа. Какие господа? У нас еще товарищи или граждане. Слово господа это не из советского лексикона. Дальше. Ленинградская руку. Была такая организация известная. Корень Ленин. То есть, господа Ленин уже на подсознательном уровне противоречия. Потом видно, что уже цензура закончилась. До где-то в 1989 году любой печатный текст просматривали. Просматривали компетентные люди, чтобы, не дай бог, что-то такое не напечатали. Здесь видно, что цензуры нет, потому что куча много слов. Гуляние, там гуляют кавычки, тавтология. И убийственно запасайтесь пивом и билетами. Это говорит, что капитализм уже пророс сквозь социализм. И в таком состоянии государство существовать не может. И оно и разваливается. И так можно по годам разложить и чисто по афишам прочитать историю страны. Потом, вот идет ваш руководитель. Сколько осталось времени? Да, пару минут надо. Ну, товарищи, вопросы. А если человек сказал, что вопросы? На этой? Ну, на которой, товарищи, наверное. Давайте по машине, Никита. Можно. Ну, так сказать. Нет, именно баску и шли на многую прядку гитару. То есть здесь много гитарных экзотики. Есть и гитары навороченные. Вот эта гитара называется Чарвел или Чарвел Байджек. Был такой гитарный мастер. Доводил гитары всякие с ротокастеры до Звездным. А потом своя фирма, популярная среди мировых виртузов, в 80-е годы прошлого столетия. Две наши звезды, ну, такого, второго плана на этой гитаре играли. Гитарь группы «Секрет», когда бешеный популярный. Вот справа Андрей Забудовский ее ввез на 70-х. Потом эту гитару у него купил Алексей Рыбин, красавец, создатель группы «Кино». Так же можешь коллить свои. Готов, Дарья, посуну? Ну, так. То есть ты своих коллег не убей. Это как многородный. Подтверждение моих слов, что я занимаюсь здесь популизмом. Люди иногда могут взять и говорить, «Так не бей, а сейчас возбудишься, будешь...» Можешь сесть. Ну, давай, все, вложу их, правильно. Берешь, я тебе на гамушке подыграю. Сядь. Сядь. Так, ну что, начинаем танцовывать. Понятно, смохан с живота, да, квахан. Ну, понятно. Ну, я доказал, что... Работает. И работает, и людям... Короче, в чьи партию? Ну, что, еще и есть? Да нет, наверное, уже будем дальше... Ну, все, да, давайте сейчас пойдем дальше. Идут даже интересные места. Так, пойдем... Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо.